Будут ли торжественные линейки в школах в День знаний? Как изменится система образования в этом году? Какие меры социальной поддержки окажет педагогам? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в правительстве республики на августовском совещании педагогических работников. Подробности у Али Баташева. Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах республики в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм, отметил первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбеев, открывая совещание. Система образования нашей республики к 1 сентября готова. То, что оперативный штаб, глава республики принял решение, что мы будем обучаться в обычном режиме, то, что проведем линейки для первоклассников, проведем для 11-ти классников, потому что для них это праздник, и для первочереда, когда идут в первый класс, это такое событие, которое нельзя пропустить. Поэтому мы сделаем. Но прошу вас соблюсти все необходимые санитарные требования, не проводить массово, допустим, по 3-4 класса. Этот год объявлен главой республики Рашидом Темрезовым. Годом образования приоритетом является забота о будущем поколении, улучшение качества и доступности образования, усиление воспитательного процесса в учебных заведениях. С 1 сентября все школьники республики будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Более 2000 классных руководителей получат федеральную прибавку в размере 5000 рублей. До 2021 года в республике планируют построить три новых школы на 1925 мест. С 1 сентября начнется реализация программ воспитательной работы. Это, подчеркиваю, не какая-то дополнительная бюрократическая нагрузка на учителей. Это, мы считаем, оптимизация и упорядочение всей работы. Школьники должны знать историю нашей страны, любить свою малую родину и большую, уважать сверстников. Ну, это те, наверное, нравственные принципы, которые присущи человечеству. И, конечно, за эту работу дополнительную, неотъемлемую свою, классные руководители с нового учебного года получат дополнительную выплату в размере 5000 рублей. Все абсолютно классные руководители в количестве 2073 классных учителя эту выплату будут получать. Труд педагогов республики во время пандемии получил высокую оценку на федеральном уровне. У работников образования республики была возможность стать виртуальными участниками федерального августовского совещания в Москве и задать свои вопросы. Благодарность учителям выразили члены правительства, министерств, ведомств и общественных организаций республики. Лучшим были вручены нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», грамоты Народного собрания Карачаева-Черкесии и другие награды. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия.